Добрый день! Это лучшее шоу на ютубе, 10 выпуск, жербестная пятница со сковородой. Поехали! Сразу перейдем к цифрам. На этой неделе все было более-менее нейтрально. Я сбросил, как я иду в своем ритме, сбросу по чуть-чуть, и мне удалось скинуть всего лишь 400 грамм. Что такое 400 грамм? Это одна порция хорошего шашлыка. Но я вам клянусь, я видел цифру в 111 килограмм ровно. Но чтобы не портить результат следующей недели, не буду ей здесь хвастаться. И так как я видел цифры больше и цифры меньше, я принял решение на этом 10-м, надо сказать, юбилейном выпуске, что пришла пора немножечко переделать методику измерения. Со следующей недели я буду показывать вам среднеарифметическое по всем 7 дням недели. Это нам позволит более точно отследить тенденцию и, может быть, фраз и выпусков, когда я вам буду говорить, что я отожрался, будет за счет вот таких вот странных выбросов намного меньше. Я все еще не нарисовал график, по которому можно строить всякие синусоиды, косинусоиды касательные, на которые можно отравливать нейросеть, которая будет делать прогнозы по моему похудению. Но я думаю, он мне не нужен. Я вижу все как есть. И, в принципе, уже в голове нету какой-то цели, типа там за 20 недель скинуть 500 килограмм. Нет, мне это не нужно. И вот почему. За 10 недель я многое понял. Я возвел похудение не в абсолют, то есть это не какая-то часть моей жизни, когда я, грубо говоря, там полгода напрягаюсь, потом я худой и красивый и работаю на поддержку результата. А это уже стало некой привычкой и некоим образом жизни. За эти же самые 10 недель я скинул со времени начала всего 5,5 килограмм. Мало это? Да, это достаточно мало, если человек думает о своем здоровье, думает о своем похудении. Но для меня это отличный результат. Во-первых, потому что он комфортен для меня, он не вызывает у меня страданий. Я страдаю не больше, чем обычный взрослый осознанный человек с детьми, работой и прочим вот этим вот всем. Ну и во-вторых, чем медленнее ты худеешь, тем, как мне кажется потом, сложнее все это нажрать назад. Я помню свой опыт по безуглеводной диете, когда ты скидываешь там, ну, можешь скидывать до килограмма в день, и потом всего лишь за неделю назад нажираешь там свои 5 килограмм. Зачем это надо? Не понимаю. Но вот этот вот подход, он такой плавный, без страданий. И в целом хорошо себя показывает для меня, как для человека, который каждый день стремится вперед и каждый день меняет свою жизнь. Надо сказать, что уже и к 2000 калорий мое тело отлично адаптировалось. У меня уже нету приступов жора, нету голодных обмороков, а еды мне хватает. Я энергичен и полон сил каждый день, чтобы двигаться вперед. И тут выискалась некая система, которая отлично работает для меня, как для человека, который не представляет себе окончание дня без сидения перед монитором с чем-то съедобным. Я нормально ем на завтрак, нормально ем на обед, после обеда что-нибудь перехватываю, абсолютно пропускаю ужин, а ночью догоняюсь либо арбузом, либо семенем подсолнуха. И в принципе в расстоянии временное от обеда до вечера не испытываю никаких страданий. Плюс это еще значительная экономия на еде, ведь когда ты за ужином, ты на рассосе и можешь сожрать очень-очень много, сам того не замечая. Еще за 10 недель я понял, что если бы не необходимость, если бы не обещание самому себе вот каждый четверг вставать вот так вот перед камерой и записывать, я бы уже давно все бросил. Я достаточно жирный, я жирный все время, сколько я себя помню, и меня это устраивает. Но вот эти вот радикальные изменения, подкрепленные некими абстрактными зрителями на Ютубе, они добавляют некую ответственность в процесс похудения. Да, можно худеть и носили волей, можно ничего не жрать, можно жрать одни белки, можно каждый день заниматься спортом, но как бы у слона пока что руки и ноги находятся на своих местах. Конкретно по этой неделе я не прикасался, как вы можете понять, по тому, что велотренажер превратился в вешалку, я к нему не подходил, но у меня была очень насыщенная неделя в плане работы на участке. Я таскал палки, ходил туда-сюда и даже занимался настоящим мужицким кроссфитом, за который некоторые люди, прошу заметить, платят деньги, чтобы, ну, когда таскают там свои колеса, когда как дураки бьют по колесу кувалдой. Не понимаю, зачем этим заниматься, если можно, ну, просто прийти ко мне, приехать на участок и делать все то же самое, только не с резиной, а палками. Помимо работы на участке я также ходил по полю, собирал некие травки, и, может быть, будет скоро обзор того, что я там нарвал, будем это есть, заваривать в чай, курить и делать всякие с ним непотребные вещи. И также я прогулялся по лесу, и пока все в Инстаграме выкладывают сраные грибы, я не нашел в лесу ничего, серьезно, где эти люди берут эти долбаные грибы, почему я захожу в самые густые, в самые криповые леса, и там из грибов только уже обгрызанные бомжами мухоморы. Кто все эти люди и откуда у них сраные грибы в Инстаграме? Я не представляю. А так как сегодня день срыва, четверг, все итоги, какие я хотел, я подвел, я пойду, поем, обожрусь, как свинья, певичем и смачным вкусным шашлыком. Вам я желаю всегда достигать своих результатов. Надеюсь, что в деле похудения вы лучше и профессиональнее с этим справляетесь, чем я. И всем пока!